Говорит далее шейх Ас-Саади Ал-Каиду Тус-Садиса Ту-Аль-Хамсун. Правило 56-е. Якумуль-уарис макам муаррисихи фикулишей ятааллаку битарикатихи. Говорит, уарис, то есть наследник, встает на место своего наследодателя, то есть скончавшегося человека, на место покойного, во всем том, что связано с наследством этого человека. Илля мастусния минхьярис шарту ас-шуфа, изалам юталибаль муаррис фикавлин дайф. Говорит, и есть слабое мнение в этом вопросе, то, что наследник встает на место наследодателя во всем, кроме хаяру шарт ас-шуфа, кроме права на расторжение сделки, и кроме права на шуфа, права на преимущественную покупку. Что это означает, придет дальше по правилу. Здесь углубляться не будем. Давайте отметим некоторые полезные моменты. Во-первых, данное правило, то есть под номером 56-ым, является ничем иным, как частью правила, частью правила аль-бадаль якуму макам аль-мубдаль. Аль-бадаль якуму макам аль-мубдаль. То есть замена встает на место того, кого она заменяет. То есть замена обычно берет все постановления того, кого заменяет. Допустим, уполномоченный встает на место владельца предмета, владельца товара. Уполномоченный имеет право продавать этот товар, совершая с ним различные сделки и тому подобное. То есть встает на место того, кто его уполномочил. Наследник встает на место наследодателя. У васы, тот, которому оставлено завещание ответственности, встает на место завещателя и тому подобное. Таямум встает на место малого омовения. То есть, аль-бадаль, якуму макам аль-мубдаль. Замена встает на место того, что она заменяет или кого она заменяет. Отсюда ты понял, что данное правило, данное правило, значит, является частью более большего правила. И данное правило касается только наследства. Касается только наследства, но вообще, в более широком смысле, касается также и других вопросов. Далее. Также нужно подписать, что данное правило является одними из самых широких правил. Правил и одними из самых важных правил. Почему? Потому что вопросы наследства очень обширные и широкие. Из них вытекает много различных вопросов и постановлений. Поэтому данное правило часто играет важную роль в вопросах фитха. Поэтому упоминает это правило сразу несколько ученых по каваду фихи, по правилам фихи. Среди них Ибну Раджаб упоминает данное правило в своей книге, под номером 144. Также упоминает это правило в своей книгах, в своей книге Ибну Муляккин, а также Ибну Нудейм. Ибну Муляккин и Ибну Нудейм. Значит, это правило упоминается кем? Ибну Раджабам, Ибну Муляккинам, Ибну Муляккинам и Ибну Нуджеймам. Это что касается, в общем, этого правила. Теперь читаем еще раз название правила и сделаем некоторые комментарии, как обычно. Говорит, наследник встает на место своего наследодателя во всем том, что касается этого наследства. Здесь подпишите у себя, что это важный кайт, то есть важное ограничение. Наследник встает на место наследодателя только по вопросам наследства, то есть не встает на его место по другим вопросам, но встает по вопросам только наследства, на его место. Что значит наследство в данном случае? Что значит по вопросам наследства? То есть со всем тем, что связано с имуществом наследодателя, которое осталось после него, а также с правами, которые подвязаны под это имущество. При этом без разницы, эти права будут за наследодателя или будут против наследодателя. То есть если у нас наследодатель скончался и у него остались долги, кто должен погасить за него эти долги из имущества наследодателя? Должен погасить наследник? Если наоборот, наследодателю кто-то должен долги. Кто заберет эти долги вместо него? Его наследники. Если у наследодателя были какие-то права, то есть допустим остался после него предмет, который он купил и в нем дефект. И он допустим хотел вернуть его по дефекту. Кто вернет его по дефекту? Его наследники вернут его обратно продавцу по дефекту и так далее. Понятно, что означает, что данное правило касается имущества и прав, которые связаны с имуществом. Это две разные вещи. Имущество, то есть человек после себя оставил миллион рублей. Вот эти вот деньги непосредственные, с ними связаны права наследников. Они встают на место наследодателя относительно этих денег. И у человека относительно имущества могут быть права. Не само имущество, а только права. Имеет право вернуть что-либо по дефекту, имел право разорвать сделку, имел право что сделать? Забрать товар, за который он уже заплатил, допустим сделка салям. Так заплатил деньги, поставка не совершилась, он уже скончался. Кто заберет эту поставку? Наследники и так далее. Видишь, все встают на место его, то есть наследники встают на место наследодателя относительно самих денег, самого имущества, а также прав, которые с этим имуществом связаны. Далее говорит, Так вот, теперь из этого правила некоторые исключили два вопроса. Если у человека было хаяру шарт, что такое хаяру шарт? Мы с тобой заключили договор, я взял три дня подумать. Договор купли-продажи. Взял три дня подумать, пошел домой, на следующий день скончался. Встают на мое место наследники или не встают в этом вопросе? Более правильное мнение в этом вопросе, что да, встают. Они могут за тебя, как говорится, подумать и вернуть товар, если хотят. Теперь, что такое шуфа? Что такое право на преимущественную покупку? Мы с тобой два компаньона относительно одного участка земли. Ты, прежде чем продавать свой участок, должен был предупредить меня. Не сделал этого, продал постороннему человеку. Я становлюсь тем, который приобрел право на шуфа. То есть, что я могу сделать? Я могу пойти к твоему покупателю и насильно забрать у него этот участок земли, заплатив ему те деньги, которые он заплатил тебе. Так если я этого не успел сделать и скончался, могут ли сделать это вместо меня наследники? Могут это сделать в любом случае, по более правильному мнению. Что же касается неправильного мнения, то они разделяют здесь на два разделения. То есть, говорят, если тот, который имеет право на преимущественную покупку или имеет право на разрыв сделки, успел об этом заявить, но не успел это сделать. Это называется как мутадаба. Востребовал свое право. Сказал, я хочу забрать эту землю по праву преимущественной покупки. Сказал, я хочу разорвать этот договор. Но не успел его разорвать и землю не успел забрать. То в этом случае единогласно. Здесь никто не оспаривает, никто не оспаривает то, что наследники встают на место наследодателя и могут воспользоваться этими правами. Правом на разрыв сделки или правом на преимущественную покупку. Единогласие на это упомянул Ибнукудама. Точнее, он привел Адам Аль-Хиллях. Отсутствие разногласия в этом вопросе. А в чем тогда разногласие, о котором упоминает Шахасаде, если человек не успел востребовать это свое право? То есть не сказал, не высказал то, что он собирается вернуть землю по праву преимущественной покупки. Не высказал, что он собирается разорвать договор и скончался. В этом случае наследники встают на место наследодателя или нет? Говорим, да, встают по более правильному мнению. Но мнение ханболитов в этом вопросе, мнение, точнее, некоторых ханболитов, а также всех ханафитов в этом вопросе, то, что в данном случае наследники не встают на место наследодателя. Если у него были эти права, но он не успел ими, не то что воспользоваться, не успел их заявить. Но это мнение является неправильным. Но наследники в любом случае встают на место наследодателя. Поэтому шейх Асаади что сказал? Это мнение слабое. То есть сам же шейх Асаади пошел против мнения ханбалитов в этом вопросе и выбрал другое мнение. Что правом на преимущественную покупку, а также правом на разрыв сделки могут воспользоваться наследники за место своего наследодателя, даже если он не востребовал это право, не успел его востребовать при жизни, находясь еще при жизни. Значит, что у нас получилось в итоге? То, что это правило является мутлака, то есть абсолютным, из которого нет никаких исключений. Это правило является абсолютным, из которого нет никаких исключений. Поэтому некоторые обладатели знаний порисали шейх Асаади за то, что он привел вот это исключение в правиле, в название правил. И говорят то, что не надлежит удлинять правило тем, что не является верным. То есть исключением, которое не является верным исключением. То есть, допустим, ты привозишь какое-то правило, и из него есть какое-то верное исключение, тогда да, по названию правила это исключение нужно указать, для того, чтобы не заблудить людей. Но если это исключение не является правильным, на него не указывают доводы, то его не нужно упоминать в правиле. Для чего? Для того, чтобы лишний раз не удлинять правило. Потому что правила Фетхия должны быть как можно короче, должны быть короткими, насколько это возможно, для того, чтобы их можно было выучить наизусть, и чтобы они стали как постоянно используемыми фразами, употребляемыми фразами. Это последнее, что нужно было подписать прежде чтения самого правила. Теперь читаем то, что говорит шейх Ас-Сааде, разъясняя это правило. Говорит, Это потому, что когда умрет покойный, то есть человек скончается, и его имущество перейдет к его наследникам, И то, что осталось после него, это непосредственно его имущество, а также долги, а также права, которые связаны с его имуществом. В этом случае, говорит, его наследник, встает на место наследодателя относительно всего этого, что осталось после наследодателя. Так наследник начинает требовать все долги за наследодателя. И наоборот, наследник покрывает долги, то есть погашает долги за своего наследодателя. То есть, понял? Наследник встает на место наследодателя, требует его долги. Говорят, кто должен моему наследодателю отдавать им мне. И наоборот, за него, если он кому-то должен, погашает за него долги. Здесь необходимо отметить, имеется в виду в рамках наследства. То есть, если долги человека больше, чем наследство, которое он оставил, то наследники не обязаны за него покрывать его долги. Но обязаны покрывать в рамках чего? В рамках того имущества, которое осталось после него. Дальше. Также наследник встает на место наследодателя и занимается вопросами его завещания. То есть распределяет имущество, которое осталось по завещанию. Не по наследству, а по завещанию. Это говорит, если умерший не оставил специального человека, который должен заниматься вопросами завещания. Отсюда что ты понимаешь? Что если специальный человек оставлен, то наследники уже в это дело не влазят. Они не занимаются распределением завещания. Теперь вопрос. Помните, этот вопрос мы разбирали недавно, когда разбирали главу о завещаниях из книги «Полюгульмарам» от Фральдам. Так что мы тогда говорили? Если человек не оставил специального человека, который присматривает за завещанием, и родственники не надлежат для этого, то есть являются либо грешниками и тому подобными, им нельзя доверять. То что в этом случае происходит? В этом случае судья должен назначить специального человека. А если он живет в далекой стране, где нет шариатских судей, тогда это является коллективной обязанностью мусульман. Они должны выбрать одного справедливого религиозного человека, который возьмет на себя эту ответственность. Если же никто этого не возьмет, то они все возьмут грех. Всех тех, кто знал о его положении, то есть о положении этого человека. «Ва лягу анятосаррафа фиттарика» «Лягу», то есть кому? «Ливарисихи». То есть и наследник может распоряжаться его наследством, то есть наследством наследодателя. «Ва ляукан аль муаррис мадинан бешарти баман аль варрис аддэйн аль мутааллик биттарика». Говорит, если к этому наследству примешаны долги, то есть человек остался должным различным людям, то за него эти долги раздает кто? «Ва ляукан аль варрис». За него эти долги раздает наследник. Но, говорит, бешарт баман аль варрис аддэйн аль мутааллик биттарика. То есть наследник, говорит, может пользоваться этим имуществом, имуществом наследодателя. То есть, смотри, человек скончался, оставил после себя, допустим, 100 тысяч рублей наследства. И эти 100 тысяч он должен кому-то из людей. Говорит, наследники, в принципе, могут эти 100 тысяч взять и уже начать распоряжаться ими. Не отдавать долг, а начать тратить на свои цели. Но с баманом. То есть они должны предоставить баман, то есть должны предоставить ответственность, какую-то гарантию на то, что они покроют долги. Из своих уже денег. То есть могут они взять что-то из денег наследодателя. Допустим, если еще время долгов, например, не пришло. Через 3 месяца только приходит время долгов. Да, могут пока эти деньги использовать, но с гарантией. Что когда время долгов придет, они гарантируют, что они возместят эти долги кредиторов. Говорит, уалякин ля юталяб аль варис бяксар мимма восса ля илей минад тарика. Но, говорит, с наследника нельзя требовать в покрытии долгов больше, чем он получил качество наследства. Как мы сказали это раньше. То есть наследник должен покрыть долги за своего наследодателя, но настолько, насколько хватает имущества этого наследодателя. Из своего кармана возмещать долги не должен. Не обязан. Ля ну лям я кон шарикан лимейт. Почему? Потому что он всего лишь его наследник, не является его партнером. Если бы он был его партнером, тогда он бы возмещал за него его долги как партнер. Говорит, а этот не является его партнером, а является лишь его заместителем, его наследником, который перенимает то имущество, которое осталось после него. А также права имущественные. Какие права имущественные? Как говорит право на возврат предмета по дефекту или по габну, то есть по обману в цене, либо по тадлису, по приукрашиванию товара. То есть если человек купил что-то, ему приукрасили этот товар, и он захотел его вернуть, а потом скончался, не успел вернуть товар. Обратно продавцу, кто может вернуть за него? Наследники. Если он купил товар, в нем оказался дефект. Он хотел вернуть товар по дефекту, но скончался. Кто вернет за него? Вернут за него наследники и так далее. А также наследники встают на место наследодателя относительно залоговых предметов и относительно гарантийных предметов, которые находятся у этого наследодателя. Они должны отдать эти залоговые предметы или забрать за него залоговые предметы. Война махталефа л'улама, хал якуму макаму ва фи хьяр и шарт, ва фи хьяр или ва фи хақи шуфа. Но ведь ученые разногласят только относительно хьяр и шарт и хьяр и шуфа. Имеют ли право наследники встать на место наследодателя, вправе на разрыв сделок и вправе на преимущественное право покупки. Фальмашура нахмат анну ла якум фи ха макам муариси. Более известное мнение от имама Ахмада, то, что наследник в этом не встает на место наследодателя. Баль табтуль бимаут аль муарис иллам якун талаба бига. Но, говорит, если наследодатель не успел заявить о своем праве и заявить о том, что он хочет воспользоваться этим правом и скончался до этого, то, говорит, наследник уже на его место встать не может. Это более известное мнение ханбалитов. Вот сахих, говорит шиха Саади, но более правильным мнением в этом вопросе является то, то, что эти два права являются так же или такими же в постановлении, как все остальные права. То, что наследник встает на место наследодателя даже в этом. Потому что цель одна и та же. То есть, то, что наследник должен пользоваться правами своего наследодателя, а также совершать за него его обязательства. Говорит, и нет никакого довода, который бы исключал вот эти вот два права из общего правила. И нет какой-то конкретной аргументации на это. А что касается некоторых аргументаций, которые приводили за это, то, говорит, эта аргументация присутствует также во всех остальных правах. Почему? Какую аргументацию здесь привели? То есть, большинство ученых, в том числе ханбалитский мозгам, что сказали? Почему здесь наследник не встает на место наследодателя? Сказали, потому что человек, вот этот вот, мог воспользоваться правом на шуфа, правом на преимущественную покупку, а мог и простить, правильно или нет? Мог не воспользоваться этим. А раз он, говорит, ничего не заявил, ни о прощении, ни о пользовании, то мы, говорит, не знаем. И не можем поставить наследника на его место, потому что, возможно, наследодатель простил бы его. А наследник, возможно, не простит. Шеих Асаади что говорит? Говорит такое, такая аргументация присутствует во всем другом. То есть, ты можешь за твоего наследодателя требовать его долги? Можешь. Но вместе с этим твой наследодатель тоже мог простить эти долги, правильно или нет? Мог он эти долги простить или нет? Мог долги простить, когда был живым. Но просто не успел, возможно, этого сделать и скончался. Поэтому, если исходить из этой аргументации, то и в этом тоже мы, наследникам, не должны разрешать вставать на место наследодателя. Так, этот вопрос, Иншала, тоже понятен. Правило понятно или нет? Значит, правило является каким? Абсолютно без него исключений каких-либо нет. И касается любого имущества, которое осталось после покойного, а также любых прав, которые остались подвязанными к этому имуществу. А также это касается долгов, будь то за наследодателя или против наследодателя. Во всем этом на место наследодателя встает его наследник. Так, остальные правила будем разбирать, Иншала, на следующих уроках.